Мертвое тело неизвестного мужчины было найдено в лесном массиве между городом Кохма и поселком Кочурский. Нашедшие тело очевидца поначалу вызвали медиков, подумали, что кому-то стало плохо. Прибывшие на место врачи тело осмотрели и констатировали смерть. Несколько ножевых ранений шансов на выживание мужчине не оставили. К месту криминальной гибели человека была направлена оперативная группа полиции. Специалисты следственного комитета, эксперты-криминалисты и кинолог с поисковой обученной следовой работе собакой. Из областного полицейского управления прибыли опытные сотрудники отдела по борьбе с преступлениями против личности. Лесной массив возле поселка Кочурский. Здесь на протаренной достаточно такой тропинке местными жителями был обнаружен труп неизвестного мужчины. Личность его пока не установлена. На месте происшествия работают сотрудники полиции следственного комитета. Выясняются обстоятельства его гибели, но уже понятно, что он погиб насильственной смертью. На теле у него имеются ножевые ранения. Оперативники уголовного розыска установили личность погибшего. Это уроженец Москвы, переселившийся в Иваново в 2019 году. Опознать его удалось по отпечаткам пальцев. Им оказался житель города Иваново, 40 лет, ведущий социальный образ жизни, ранее несудимый. Ножисть его зарабатывал случайными подработками, сбором макулатуры и металлолома. Погибший при жизни неоднократно привлекался к административной ответственности, и его отпечатки имелись в полицейской базе данных. Оставалось разобраться, что он делал в кухне и с кем проводил время. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска нашли видео с камер наружного наблюдения. В день гибели мужчины он попал в объектив в компании с местным жителем. На этих кадрах погибший от ножа человек идет в паре с неизвестным. На другом видео этот самый неизвестный возвращается уже в одиночестве. Установить его личность удалось в процессе отработки прилегающего к месту гибели мужчины частного жилого массива. Сотрудниками уголовного розыска тщательно была изучена личность погибшего, установлен круг его общения, в результате чего была установлена личность подозреваемого, который был задержан и изоблечен в совершении преступления. Подозреваемым оказался мужчина 40 лет, проживающий в местечке Сидеева, Ивановского района. Вероятного преступника оперативники уголовного розыска взяли по месту его жительства. На окраине жилого массива Сидеева в частном полуразвалившемся доме. В ходе работы с задержанным было установлено, что убил своего приятеля он в ходе межличностного конфликта. Мужчина, подозреваемый в убийстве, арестован и помещен в следственный изолятор. Продолжение следует...